Посмертно Зоя Космедемьянская удостоена звания Героя Советского Союза. Ее служба была скоротечна. Школа разведчиков, несколько боевых заданий и мучительная смерть в плену фашистов. 18-летнюю отважную девушку казнили в ноябре 1941 года в присутствии всех жителей села Петрищево. Во дворе 11-й школы в 70-х был установлен памятник легендарной разведчицы. Есть в школе и музей боевой славы, и даже кружок юного музееведа. Наверняка вы обратили, никто ни разу не осквернил памятник. И всегда, когда у нас проходят дни памяти Зои Космедемьянской, приходят с цветами, возлагают цветы, проходят у нас митинги, линейки, проходят у нас экскурсии. То есть Зою Космедемьянскую знает каждый ребенок с 1-го до 11-го класса. Она является для них символом героизма, символом победы, символом мужества. Книги, газетные вырезки, архивные фотографии – все для того, чтобы рассказать о великом подвиге. Особо ценный экспонат – это земля с могилы Зои, которую привезли с Новодевичьего кладбища. Ее долго пытали, а затем повесили на сельской площади. Информацию, которую пытались выбить из Космедемьянской фашисты, она так и не выдала. Теперь имя вечной юной Зои стало символом героизма и верности Родине. Субтитры создавал DimaTorzok